Докладно невядомо, кольки людей покутують от храпу. В Республиканском науково-практичном центре от Арына ларингологии с такой проблемой за опушние 6 годов пролячили больше за 3000 пациентов. Многие же просто не звертаются до специалистов. А между тем храп может быть симптомом апноэ. Деагна ставать небезопасную хворобу, теперь почали и убрэзти. Апноэ – это патология, которая связана с часовым исполнением дыхания. Такий стан возникает под час сну и продолжится больше за 10 секунд. Рызок осмаротности при этом довольно высокая, досягает 37%. Причина апноэ некольки. Высветлить, якая виновата в патологичном стане, и есть задача медиков. Робится это при допомозе слип эндоскопии. Мы будем осматривать верхние дыхательные пути и выявлять уровни абструкции, спадения дыхательных путей. И предлагать, если это возможно, хирургические варианты лечения, если это невозможно, консервативные. Диагностика проводится в умовах операцийной. Пациента уводят у штучный сон. В состоянии естественного сна были попытки предприняты эндоскопически исследовать верхние дыхательные пути, но это невозможно. Во-первых, это трудоемко, во-вторых, пациент все равно просыпается. Поэтому была предложена фармакологическая седация, и в этом состоянии пациента обследуют эндоскопически. Основная задача – максимально наблизить сон до натурального. От этого залежит докладность диагностики. Поэтому вместе с лор-урачами, майстер-классы и для анестезиологов. Меркуется, что уже просто два месяца брезгие урачи будут делать это самостоятельно. С внедрением обследования данных пациентов мы будем знать, на каком уровне происходит апноэ, происходит обструкция, и будем заниматься этой патологией, исключать, если будет необходимость оперативного лечения. Таким чином медицина станет больше доступной. Тяпьер уже хоров в области, яке ожидаюсь позбавиться от апноэ, от падения обходно съездить у Минск, у Республиканский науково-практичный центр от арына ларингологии. У первый день обследования у областной больницы были диагностованы 4 человеки.